И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас уже дубль 2 попытки записи видеоролика с Джиггернаутом. Первый раз у нас был неудачный, мы пикнулись в катку и появился новый какой-то очередной баг, с которым я уже сталкиваюсь сегодня второй раз. Пришлось все это дело перезаписывать. Сейчас я надеюсь, что удастся нам пикнуться в катку. Пикуюсь я сегодня с Артемочкой, Артемочка может поздороваться. Алло. С Артемочкой пикуюсь, потому что одному в Джиггернаут пика есть шанс забрать самого Джаггера и попасть в начальную катку довольно-таки маленький. И поэтому я позвал нагибатора, дабы пикнуться вместе, дабы забрать Джаггера и полноценно записать 2 видеоролика, рассмотреть вообще данный формат на Маршаллах, посмотреть с кем здесь бросает, насколько часто бросает. Я уже вижу, что катки очень долго ищет, это значит, что мало игроков играют на этих званиях в режиме Джиггернаута. Ну и вообще рассмотреть, насколько жестко здесь можно нагибать на таком вот звании, посмотреть, какие вообще вооружения и что вообще здесь предлагается. И к слову, первая катка без Джаггера, поэтому мы ее сразу перепикиваем. Нам нужен именно-именно Джиггернаут. И там катка, кстати, была с легендами. Но даже можно и полноценно с легендами покатать, потому что здесь имеется М4 вооружение. Соответственно, максимальные прокачки Джиггернаут также присутствуют. И спокойнейшим образом за счет этого всего можно полноценно нагибать и разваливать кабины даже легендам. Было бы даже, наверное, интересно посмотреть, например, одну катку с катав с легендами, сколько у меня там получится набрать опыта на Маршале и, например, скатать со своими званиями. Я, в принципе, думаю, что со своими званиями здесь около тысячоночки. Спокойнейшим образом можно будет набить. Но, видите, катки долго очень ищут. И пока приходится ожидать. Но вот сейчас уже катка вроде появляется. Я надеюсь, что это будет нормальная каточка. О, Вольфенштейн и по звонкам одна легенда, Генусы Командоры. О, и у нас от них легенд накидало. Ну и вот, надеемся, что следующую катку, например, нам кинет не с легендами, а кинет каточку с Маршалами и такими вот званиями, которые имеются у нас. Так, легенда попытается... Нет, не будет пытаться меня пушить. Хотя, по сути, наверное, он думает, что у меня не так сильно прокачан гараж. Я, конечно же, рисковать сейчас очень сильно не буду. Сыграю более аккуратненько, дабы не слиться в самом начале этой катки со своим Джиггернаутом и потом сидеть и рассказывать, как я так затупил и что у меня здесь не получилось. Поиграем чуть-чуть поаккуратней, но также уже, когда будут вот такие моменты, когда появляется овердрайв, будем уже ближе закатывать к вражеской базе и пытаться уже наносить как можно больше дэмэджа и стараться набить как можно больше урона. Но все-таки в такой катке мы смотрим исключительно на количество опыта и надеемся на то, что у меня получится заработать, ну, хотя бы в этой катке каких-то 600-700. Как вы знаете и, возможно, видели, сколько у меня удавалось набивать на Чаперделе. Там цифры были довольно-таки большие. В среднем больше тысячи получается набирать. Интересно будет посмотреть, сколько вообще можно набить на вот на ком, например, Маршале, даже против легенд. Сейчас у меня уже имеется почти двухсоточка, но вот ХП маловато, 30% овердрайва. Я, пожалуй, пока что чуть-чуть откачусь, сыграю от какой-нибудь вот такой вот позиции. Прострел там вроде как имеется, да? Здесь прострелчик, хорошо. Одного забрал, второго не успел. И здесь уже пулеметик, который может меня очень даже сильно позажимать и поэтому нужно сыграть более-менее аккуратно. Еще один пулеметик и там я смотрю, что уже и Джаггер на подходе, который может ворваться в любую секунду и он идет ворваться. Артемочка, 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 у меня беда. У меня беда, меня пытаются нагибать. Я текаю с городу и мне было бы неплохо, если бы кто-то сейчас помог. Так, есть помощь, есть помощь и Джаггер просто уходит на рез! Блин, нифига себе, чуть меня не нагнул. Ну ладно, благо у меня есть Артемочка, который разрулил всю ситуацию в нашу пользу и меня он не сумел здесь нагнуть. Я пока что здесь поживу, у меня 70% овердрайва. И я думаю, что было бы, было бы неплохо пока что покататься где-то вот здесь. Вот, может сместить фланг, дождаться еще половины овердрайва и там уже полноценно нагибать и развивать свою атаку. Вы сами понимаете, что это легенды! И если здесь, прямо сейчас, я начну рисковать, вы, может быть, кто-нибудь в комментариях напишите, что, мол, да ты рак, что ты там сидишь сейвишься, то я быстро сольюсь. Я хочу полноценно сохранить данное уникальное вооружение. Если сейчас в следующей катке нас пикнут маршалы, понятное дело, что против маршалов я буду играть более агрессивно, отлично понимая, что там не будет таких прокачек и меня не смогут так быстро там нагнуть. Ну а сейчас же у меня, ну, нет такой возможности прям жестко рашить, когда у меня нет овердрайва, когда у меня нет должного большого количества здоровья. Сейчас есть Титан, который у вас пойдет сейчас в купол и я его смогу, наверное, таки тут забрать. 3, 2, 1. И я промазал. Ну, со второго выстрела забираем. Прожму сразу овер, попытаюсь дождаться хотя бы половины овердрайва нового и тогда уже отправиться в атаку, попытаться задавить, возможно, вот этот вот правый фланг. 3, 300 по Мамонту выдал, еще одну добавочку, и он на респе. 4, 0 уже ведем, 3 минутки до конца. Довольно-таки неплохо складывается каточка. Я так смотрю, что Артемка потихо разваливает там джиггернаутов, у него все в этом плане получается очень даже неплохо. Куда целится Шафт? А, Шафт у нас... А, это не Шафт, это вообще Страйкер. Оказывается, он с нашей базы целился. И мне показалось изначально, что он целится не с нашей базы, а с Бражеской. Но оказалось, что все совсем-совсем по-другому. Поэтому я попытаюсь сейчас все же отыграть здесь от правого фланга и попытаться уже заехать полноценно на джиггернауты. Не знаю, там у него есть овердрайв, нету овердрайва, но закатить все же на него, я думаю, что здесь можно будет. Он потихо откатывается. Ну, а я две с половиной минуты до конца можно уже потихонечку начинать рисковать. А он уезжает вообще на левый фланг. Главное, конечно, здесь не получить никаких крит-ошибок, чтобы было все у нас красиво. Вот, 5-0 ведем. Джиггер должен сейчас где-то отриспиться. Гаусс сводится. Так, сводочку мы ему одну обламываем. Со второго раза мы его здесь уже полноценно сливаем. Отличная сквозная. Ух ты, нифига, мне так выкрутило башня. Так, ну сейчас вот этот риск может быть полноценно вообще неоправдан. Поэтому давайте я лучше текну с города. Еще две минуты есть до конца. Ой-ой-ой-ой, что вы творите, молодые люди? Давайте кого-нибудь мне здесь не гибать. Еще один пулемет. Блин, самое печальное, что у меня здесь нет резиста от пулика. И пулик очень жестко бывает, может просто в меня вкатывать. Так, мамонт, наверное, с овердрайвом едет. Ну да, ну должен был ехать с овером. Да-да-да-да-да, именно с овером. Он и катит на меня. Ух ты, ух ты, какой ты злой и толстый мамонтенок. Еще и васпик прожимает овер. Все хотят меня слить. Но пока что ни у кого из этих молодых людей это получится... Не может вообще, по сути, получиться. Здесь вот только вот этот васпик еще... Блин, у меня мало хп. Зачем он, кстати, вообще сюда приехал? Мог бы тут и на респ-то и уйти. Если бы чуть-чуть еще дальше поехал. Так, вот этого молодого человека можно, в принципе, наверное, свести. С чуть более большого расстояния. Одна минута до конца. Ведем. 6-0. 6-0. И это означает то, что последнего джаггера, наверное, все-таки должен забирать и я. А не какой-то, например, нагибатор с ником TeamPointers. Поэтому давайте я все-таки отправлюсь, наверное, сейчас на давление. Как только у меня будет... А, у меня 0 хп. Все, давай забирай, забирай. TeamPointers не забираю. Не забирает Артемочка. Чуть не получилось у Артемочки. У меня уже должно получаться. Так, сводка. Пулс-водочка. Еще и джаггер лагает. И добиваем. Отлично. 600-очка. 600-очка с легендами. С легендами маршал 600-очка. Отлично. На не самой приятной и удобной карте. 600-очка. 30 кильчиков. Ну и сейчас надеемся на то, что нас кинет с нашими званиями. Хотелось бы просто провести прямое сравнение джаггернаута с маршалами и легендами. Это было бы, наверное, очень даже круто, если бы сейчас нас пикнуло с маршалами. Но я знаю, насколько я победитель по жизни. И я победитель по жизни нас кидает с маршалами. Офигеть. Я уж думал, сейчас нас кинет с легендами. Как всегда, нельзя будет записать полноценного обзорчика. А так получится очень-очень даже интересный моментик пообозревать. Так, я играю, конечно, на агрессии. Ну, прям на дикой агрессии. С такими-то званиями я должен играть возле вражеского респа. Понимая, что у них по прокачкам не все так круто, как у легенд. Но вот эта вот викинга-джига, конечно, мне пока что не дает заехать полноценно на вражескую базу. Сейчас мы пару выстрелов здесь откинем. Сольем еще одного. И потом уже отправимся на давление джаггера. Джаггер принимает очень неплохую позицию. Его там свой тиммейт уже чуть ли в минус не кидает. Трешечку выкатил. Вторая трешечка залетела. Третья трешечка залетела. Четвертая трешечка. Ноль хп у джаггернаута. И кто-то его, по идее, уже должен-должен забирать. Меня тут викинг начинает опять нагибать. Опять начинают меня пушить. Но пока я живу. Пока все хорошо. Еще один джаггер появляется. Трешечка у джаггера. Две трешечки. Третья трешечка. И он уходит на рез. Два ноль. Замечательно. Все очень даже неплохо. При том, что я играю на полной агрессии. На стадионе, друзья. На стадионе это та самая карта, на которой я зачастую стою дефолтно на базе. И вообще просто никаким образом не хочу и не пытаюсь открываться на противника. Потому что можно получать очень неприятные выстрелы. Ну и я никому не советую здесь вообще на этой карте играть настолько агрессивно. Потому что можно получить какую-то нелепую большую плюху даже от какого-нибудь шафта. И просто уйти на респ. Но пока мое звание, прокачка позволяет мне играть очень нагло. И сейчас я думаю, что вообще стоит забираться уже на вражеский респ. Артемка тут пока кабины разваливает. Мне дает шанс заезда на данную точку. Здесь есть джаггернаут. Который маршал. И который я более чем уверен. Не прокачан. Да, у меня там вообще резы были по 20%. Я в шоке. Как вы играете на таких званиях с 20% прокачками? Я в шоке. Не, ну наверное если сейчас прокачиваться так и будет у тебя по 20%. Так, джаггернаут пока не респится. Я надеюсь, что сейчас респанется вот этот вот викингомолот. У меня уже 92%. Да, именно его и респит на джаггере. Ну и мы делаем сразу быструю полноценную сводку. Я надеюсь он убегать не будет от меня. Сводочка есть. Отлично. В упорчик. Откидочка. И похоже его просто самоуничтожило, да? Если не ошибаюсь, то его самоуничтожило. А, вот этот, вот это уже... О, хорошо я ему сбил. Давай, давай, Артемка накидывай, накидывай, накидывай. Что он злобил? А, да у него проблемочки с интернетом. И я не добил. Ну, к сожалению, не добил. Но полноценно нагнуть успел. 6-0, 3 минуты, друзья. 3 минуты. Вы понимаете, что за 3 минуты я 500-ку набил. 3 минуты 500-очка. То есть, говорить, что, типа, это мало и сравнивать с той полной каткой на основе 3 минуты 500. Там, на легендах, за 7 минут была катка. И плюс это стадион, друзья. Давайте попробуем пикнуть еще одну. Если будет такая же. Небольшая. Ну, потому что, ну, это получается полторы катки мы как бы сыграли, не две полноценных. Давайте попробуем еще одну. Было бы неплохо для сравнения сыграть еще одну катку на Маршаллах. Чтобы там был какой-нибудь пожестче джиггернаут попался. Где я бы мог побольше поформить. Но вы видите, что, по сути, с моими званиями, ситуация такая же самая, как на Чипперделе. Ты просто рашишь противника. Нагибаешь спокойнейшим образом, контролируешь респ. И всех ваншотишь, ваншотишь, ваншотишь. Ну, бывает, встречаются такие игроки, на которых надо чуть больше попотеть, чуть больше покидать. Ну, а так, в общем и целом, все очень-очень легко. Но вот одна проблема, которую я уже прямо сейчас невооруженным глазом вижу, это то, что пикает очень долго. Вот прям очень долго. Это значит, что на этих званиях довольно мало игроков играют в режиме джиггернаут. И это все-таки является определенной проблемой. Минуту мы уже ждем. Но я надеюсь, что нам сейчас предложат и покажут какой-то интересный бой. И желательно, чтобы этот бой был не на большой карте. Это Барда, но это картка с легендами. К сожалению, не получилось нам запикаться к своим званиям. Но мы ее давайте сыграем. Все-таки для полноценного видеоролика еще одна катка, я думаю, что не помешает. И попытаемся ее тоже сыграть на агрессии. На легендах на агрессии. Это, конечно, будет потяжелее, потому что можно уйти на респ. И ничего с этого уже интересного не получится. Но я надеюсь на то, что я не уйду сейчас на респ. И смогу до конца данного боя продержаться вот, например, здесь на левом фланге, на борде. Эта позиция для джиггернаута является оптимально наилучшей. Но меня уже все, походу, нагибают. Или же нет. Ух, как я сейчас на ноль хп выжил. Нет, все-таки так играть нельзя. Так играть нельзя. На легендах так играть нельзя. Меня за это очень быстро накажут. Поэтому я давайте хотя бы, ну, хотя бы сюда встану. Дабы не получить какой-то нереальнейший большой урон. Что Артемка там кошмарит от этого джиггера. От него он уже бегает. Просто бегает. Не знаю, что делать. Что-нибудь там по хп осталось? Немного, да? Хз. Там-то вот так кошмарил, что я не знаю. Он бегал как будто... А, все, он бежит уже от меня. А, он овер прожал. Я понял. Ну, короче, у него чуть хп. Ух ты боже, я чуть опять не слился. Ну, блин, ну, нельзя так рисковать. Нельзя так на легендах рисковать. Можно все-таки за это поплатиться. Но вы сами знаете, что я... Ох, Артемочка! Лучший просто. Ну, вот это был супер, конечно, блок. Джиггернаута. Режимочка великолепная. Просто великолепная. От Артемки. О, крыточик. Я думаю, что на этом мы и закончим данный видеоролик. Я не буду сейчас обновляться. Не буду говорить, какие у нас любимые интересные танки. Все-таки вы увидели даже уже, можно сказать, две полноценные катки. Было полторы. Тут еще плюс. Каточка началась очень замечательно. Поэтому как-то так, друзья. Если вы хотите больше видеть видосов с этого аккаунта, обзоры, возможно, какие-то интересные вообще вооружений, которые здесь имеются, режимов, рассказы, то обязательно забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и не забывать про то, что у Артемчика тоже имеется свой канал. И ссылочку на него я, конечно же, оставляю в описании. Ну а с вами был мистер Ванька, Артемочка. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Пока.